Астраханские арбузы У нас жарка и достаточно. Боксевые культуры, они, дыни, арбузы, любят жару. За счет жары и вкус хороший. Полосатый – символ уходящего лета. Арбуз – не только традиционный летний десерт, а еще лекарство для сердца и сосудов. В его мякоти содержатся витамины А, В, С, Е, а также микроэлементы. От этой ягоды только польза, но при одном условии – если она зрелая. Многие люди определяют спелость арбуза именно таким способом, как на самом деле выбрать сочную ягоду. Первый арбуз 25-го ельца заревает. Мы тогда ждем, когда свой арбуз будет. Тогда мы его едим. Если любители спелости арбуза определяют пастуку или сухому хвостику, то профессионалы опираются на лабораторные данные. Перед тем, как попасть на прилавки рынков и ярмарок, полосатые проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. Мы осматриваем плоды, потому что они, конечно, должны быть зрелые. Они должны быть без повреждений, без вмятин, без плесневелости. Ну и, соответственно, мы проводим обязательные исследования на содержание нитратов и на содержание радионуклида в плодах. Сейчас у нас берем пробу. Метод основан на экстракции нитратов из продуктов. Образец натирают на терке, в сок арбуза добавляют раствор. При помощи нитратомера электрод определяет содержание вредных веществ. Здесь мы получили результат 1 миллиграмм на килограмм. На килограмм веса арбуза. А значит, можно уже пробовать. В Одинцовском округе бахчевые развалы открылись официально. Арбузы и дыни везут из Астрахани, Дагестана, Краснодарского края, из Таврополя. Самое главное – не покупать южные лакомства у сомнительных продавцов. Те, кто работает по всем правилам, узнать легко. Они должны соответствовать стандартным принятым в Одинцовском городском округе архитектурно-типовым решениям. Это вот как здесь видите, да? На точке должна быть, соответственно, размещена информация о продавце, об организации, которая осуществляет деятельность. Сертификаты должны быть о бахчевых культурах, откуда их привезли и так далее. Ну, соответственно, весы должны быть, мерные измерители и так далее. Арбуз – ягода капризная, лежать на земле, да еще вдоль трасс не любит. Впитает в себя всю грязь, поэтому и покупать его там не стоит. Просить разрезать полосатую ягоду продавца тоже дурной тон. Лучше прокачать собственные навыки по определению спелости. И тогда любовь к символу уходящего лета будет без последствий. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова